Совсем кратко, вот мне понравилось мое предложение, как говорили, что Кругин слушал меня. Это у нас, да, я не надолго совсем говорю, я хотел бы сказать тезис. Вот, собственно говоря, тезис к размышлению. Все-таки давайте посмотрим, в этом названии нашего конгресса есть две оппозиции. Человек верящий и человек познающий, это две разные парадигмы. Верят люди традиционной религии, традиционного общества, то, что называется социология традиционным обществом. Социология традиционного общества. Знают и познают люди в модерне. Это две парадигмы традиционного общества, вероятность в модерне. Но как бы мы ни хотели, они в нашей культуре, в той культуре, в которой мы ее делали, они в оппозиции находятся. Вначале идет общество традиции, потом идет модернизация. Поэтому человек верующий и человек познающий в классической западноевропейской модели находятся в строгом, конспитуальном, историческом, именно темпоральном взаимоотношении. Начальный человек верующий, потом человек познающий. Но нет другого на самом-то деле. И вот сейчас как раз, собственно говоря, происходит, на мой взгляд, определенный кризис этих двух, этого соотношения. На самом-то деле человек познающий, но отказавшийся быть человеком одновременно верующим, он начинает уже демонтировать человека познающего. Об этом я, собственно говоря, в год еще в первом все выступлении. Вот мой кризис сводится к тому, что недавно в Москве, в МГУ, приезжал очень интересный автор. Это Равин из Израиля, Рав, Мардеки, Шрифи, который таким образом, на мой взгляд, совершенно фасцинативно описал эту проблематику, которую мы с вами обсуждаем. Это человеке верующим, это человеке познающим. Он говорит, давайте обратимся к Библии. В Библии и в кавалитическом толковании есть два символа. Древо познания добра и зла, древо жизни. Так вот мы интерпретируем эти вещи как противоположные, с одной стороны. То есть древо познания добра и зла – это модерн. И люди, идущие по пути познания добра и зла, они идут в модерн, поэтому они идут в грехопадение. Грехопадение с точки зрения райского абсолюта – это и есть падение, это и есть модерн. Поэтому на самом деле первым актом модернизации было вкушение запретного плода, говорит Раф Шрикин. На мой взгляд, очень точно так человек веры понимает, верующий человек понимает человека познающего. И от какого древа он отказывается? Отказывается от древа жизни. Он теряет жизнь, а он причем на смерть, на труды, на модернизацию. Потому что он уходит от такого синхронизма, если упомянуть его, то он подыграет предшествующего докладчика. Входит в темборальность, входит в историю. В райское время циклическое, оно как раз чистый топус, на самом деле. Топус не было ничего на время. Так вот, дальше он сделал великолепный доклад в нашей Рике о том, как эти два древа повторяются в паре Авель и Каин. Авель – это древо жизни, это человек верующий, Каин – это человек познающий, человек модерна. И дальше там очень сложная, вся еврейская история, как политически интерпретируется, в этом дуализме. И дальше он говорит, и в будущем будет стоп на милицию Мушааков. Мушаака, который был во временем, Мушаака Бен-Давида, Мушаака Бен-Давида, Мушаака имени Вечности, которая работает. То есть, темпоральность и топология, топос и темпоральность столкнутся в этом эскатологическом противстании. Но, дальше я сказал Рафшрике, очень важную вещь. Дело в том, что, ну у нас евреев, сказал он, есть одна тайна, которую вы, друзья, не поймете, наоборот, сейчас остальные. Никогда. Либо вы станете евреем, потому что евреев объединяет эти два ехуда, он объединяет в себе два времени, вернее, два модуля – древо жизни и древо познания и добра и зла. А не у нас, это по сути дела, две стороны одного и того же времени, одного и того же дерева. Поэтому, когда мы уходим в модерн, мы оставимся верным корням, когда мы становимся людьми познающими, мы остаемся, мы оставимся людьми верующими, и когда мы уходим в нашу веру, мы обязательно сохраняем контакты с модернами. Это залог того, что мы победим, говорит Рафшрике. На мой взгляд, вот эта постановка проблематики права человека верующего, человека познающего является действительно той формой, которая идет полностью вопреки западноевропейской типологии, которая, конечно, ведет в противостоянии жесткой оппозиции. А видите, есть культура, религиозная, древняя культура, кажется, действительно, на таких вопросах побеждающая, которая таким образом эту кносеологическую проблематику, эту типологию двух обществ решает. На мой взгляд, вот этот тот принцип, который может быть действительно ключом к философскому дискурсу, но здесь очень важно, что Шрике, как он интерпретирует, он не говорит, что это одно и то же дерево сразу очевидно, он говорит, что на самом деле это две оппозиции, но это оппозиции, которые имеют общий корень. Есть общий корень древа познания добра и зла и у древа жизни, только это очень тонкий корень, он и есть ехудан, то есть на иврите это есть еврей, то есть тот, кто является евгением, тот знает о существовании общего корня у древа жизни и у древа познания добра и зла. Ну и опыт соотношения, например, в современном Израиле традиции в виде религиозного фактора и свинскости в виде совершенно противоположного парадигма, как они на самом деле друг друга не уничтожают, а как очень хитрым, очень тайным образом взаимодействуют, дают пример, как это может быть реализовано сегодня и в современном мире. Мне кажется, в этом лежит, в этом пространстве лежит приглашение к решению чайских проблем. Я заканчиваю просто с этой проблемой. Это, наверное, вы будет уже понятен, что с моей точки зрения мы должны, вот то, что как раз отец Георгий говорил, у нас наша вера, наша собственная вера, она у нас совершенно православная, наша православная мера должна научиться понимать современность. Понимать современность это болезненная вещь. Вообще религиозная состная не хочет понимать современность, это, по сути дела, грехопадение современности. Мы должны научиться входить в это грехопадение, чтобы понимать ад. Вот там святые говорят, что это ум держать, держать в аду. Ум держать в аду, это значит строить паровые машины, значит разбираться в декарте, ум держать в аду. Потому что ум держать в чистоте, это совершенно другое. Это читать святых отцов, это попругаться в религиозные молитвы, быть внутри традиции. Но при этом, занимаясь паровыми машинами, мы не должны как никогда рвать эту связь с духовным здравом жизни, которая дает вера. Если бы мы нашли в нашей философии, в нашем обществе, в наших, может быть, политических проектах такой баланс, мне представляется, это направление было бы чрезвычайно важным. Благодарю. Спасибо. Спасибо.